Истра, 11 ноября. Пятиклассника Егора на пешеходном переходе сбил водитель Жигулей. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, к счастью, не опасные. Пешеходный переход, светоотражающие элементы на одежде. Ребенок не нарушил ни одного правила при переходе дороги. Здоровье Егора сильно волновало не только его близких, но и сотрудников Истринского ГИБДД. Поэтому, когда он направился после произошедшего, его вместе с родителями, сестрой и братом полицейские пригласили к себе в гости. К тому же был повод. В этот день отмечался Международный день ребенка. Был у нас совсем с вами недавний случай, да? Участником ДТП стал Егор. Как твое самочувствие? Все нормально. Поправился? Да. Точно? Ну, травмы есть, конечно, переломов нет. Но там царапины, синяки. Ну, насчет колена еще будем подходить. Ну, понятно. Общее самочувствие твое нормальное, да? Слава Богу, что, как говорится, ребенок 3 года ходил в музыкальную школу со мной за руку. Он знает все светофоры, где проходить. Вот сейчас второго ребенка также за руку вожу, хотя, несмотря на то, что мы живем, буквально рядышком. В районе Чеховской школы, училищный переулок, все равно я как бы детей до последней варю, до сих пор вожу. Вот он буквально первый год с весны я его стала одного отпускать до музыкальной школы обратно. Вообще поведение и водителей, и пешеходов часто вызывает достаточно много вопросов и нареканий. Пока я не убеждаю, что, допустим, вот этот перекресток, на котором, в частности, дежурят ваши, по утрам, они где-то с около восьми, да, до полдевятого дежурят, переводят детей, да. Некоторые пешеходы тоже, они вот и пошли, и вот они не смотрят. Вот при мне, кстати. Да, и потом самое интересное, вот был буквально с нами случай, мы шли, инспектор показал, что там остановитесь. Две машины остановились, а третья решила объехать. И вот она остановилась буквально вот. Он же, естественно, его потом показал, что он там с ним разбирался. Но желание, знаете, вот, ну, просто взять что-нибудь тяжелое и кинуть лобовое стекло. Человек в погонах может быть не только строгим, но и добрым, заботливым. Это малыши понимают уже после первых минут общения с полицейскими. Подарки на память, адаптеры для ремней безопасности и светоотражающие элементы. К сожалению, до сих пор не установлено точное место аварии. Показания Егора, избившего его водителя, разнятся. Призываем очевидцев происшествия откликнуться и помочь в расследовании этого дела. В любом случае, говорят полицейский, водитель понесет заслуженное наказание. Уважаемые водители, дайте нам, пешеходам, перейти дорогу на зеленый свет, а вы лучше останавливайтесь на красный.